ребята всем привет как и обещал делаю капельный полив на даче в течение всего ролика расскажу вам как что и до чего как я его делал магистральный трубопровод у меня с пнд трубы 32 диаметром ролик у меня есть на канале здесь у меня выходит стартовый экран на капельную слепую трубу сюда была куплена капельная именно слепая труба диаметр у нее 16 производства греция толщина стенки у этой трубы 1 и 2 миллиметра хорошее качество покупали ее в эпицентре но цена конечно кусалась получается 1800 гривен за 100 метров для монтажа купил я колышки чтобы фиксировать трубу к земле нашел их в интернете стоят они по 5 гривен за штуку они пластмассовые забиваются в принципе легко тут наверное главное чтобы не повредить растения сложного в этом ничего я не вижу труба хорошо разматывается очень хорошо сгибается всего конечно делать капельный полив ранее весной когда еще все растения и розы не пошли в рост будет меньше увечий и розам и и вам от шипов так как в перчатках очень неудобно работать поэтому приходится приспосабливаться у меня все клумбы замульчированы агроволокном плотность у него 110 и все задекорировано сосновой корой перед тем как прокладывать трубу я расчищаю кору так как хочу максимально потом задекорировать саму трубу сосновой корой чтобы ее было меньше видно также видел в интернете что некоторые трубу прокладывают под агроволокном но честно говоря я не готов к таким подвигам да собственно и незачем прокладываю капельную трубу я под всеми растениями на этой клумбе здесь и розы можжевельники декоративные кустарники перед этим хотел сэкономить и купил дешевую капельную трубу также слепую но к сожалению она оказалась без пластификатора и просто ужасного качества ее просто разрывало трубу здесь я прокладываю не ровными рядами а в змеевидной форме мне кажется так намного интереснее старался прокладывать так трубу чтобы было меньше тройников соединений и чтобы была труба просто-напросто цельная в магазине где я докупала фурнитуру это и заглушки колени тройники там была вывеска о том что они производят монтаж капельного полива мне стало интересно я решил уточнить какая стоимость примерно по моей клумбе мне просчитали то есть стоимость вот этой одной клумбы три с половиной тысячи гривен стоимость монтажа с выездом за город то есть я считаю это не самое дешевое удовольствие поэтому я подумал почему платить кому-то большие деньги если можно приехать все купить и самостоятельно все сделать это не так тяжело и кстати говоря по времени монтаж занял у меня вот этой клумбы около трех часов вообще я считаю что капельный полив это просто спасение для садовода не нужно бегать по грядкам по саду с поливалками со шлангами тратить кучу времени и сил еще большой плюс это экономится вода то есть ты не разбрызгиваешь на всю клумбу воду и от этого не растут сорняки а здесь непосредственно идет сама вода с капельницы прямо в корень растению здесь возле тиса я поставлю заглушку и с другой стороны у меня будет выход еще на несколько растений то есть через тройник труба мягкая ее не нужно кипятить в кипятках фурнитура хорошо в ходе то есть вообще без проблем и так трубу я проложил в принципе абсолютно без всяких усилий сейчас задекорирую ее сосновой корой рядом с этой клумбой у меня еще здесь одна клумба тут я также проложил капельную трубу точно такую же здесь мне понадобилось еще меньше времени на этой клумбе в принципе все тоже самое здесь у меня поставлен тройник а здесь под елью я в круговую пустил трубу капельный полив я делаю уже второй раз и буду также использовать капельницы компенсационные это капельница на 4 литра фирмы преста и также у меня есть дырокол для того чтобы делать отверстия под капельницы кстати огромное спасибо моей подписчице светлане которая выслала мне вот такие вот капельницы итальянского производства фирмы и ритекс спасибо мне очень приятно также я решил этой же фирмы и ритекс попробовать компенсационную капельницу на 4 литра ничего также здесь сложного нету делаем шилом отверстие и просто вставляем капельницу до щелчка вуаля все готово и так хлопчики то девчатка в общем всю трубу я задекорировал в принципе ее практически вот не видно давайте пробовать открываем краник подаем водичку по идее в принципе все должно быть ровненько вот тут капает здесь тоже капает здесь это итальянская ритекс тоже все в порядке нигде с под капельницы не сифонит здесь тоже в полном порядке вот кстати для тех кто писал мне что не нужно агроволокно а только сосновая кора здесь вот полоска без агроволокна посмотрите сколько травы красота водичка идет нигде пока не с одной капельницы низ под трубы нигде не подтекает все ровненько вот под дэрином тоже все хорошо это хакура на шики тоже все идеально сейчас посмотрю вот здесь вот тут тоже включу пошла водичка вот что значит хорошего качества труба хорошего качества капельницы и как говорится правильный монтаж все ровно нигде ничего не подтекает все замечательно обязательно сделайте себе капельный полив я надеюсь это видео для вас будет полезным всем пока